Привет, дорогие друзья! Вы на канале Антон Федорченко. Давно у меня не было в видеороликах. Наконец-то я добрался, чтобы записать новое видео. И сегодня опять рубрика «То, чем я пользуюсь и где это можно купить». Ну что, давайте начинать. Поехали! Данное видео именно как раз-таки благодаря всем вам, кто смотрит мои видеоролики, те, кто оценивает и также пользуется теми продуктами, которыми я рекомендую пользоваться. И благодаря вам появилось это видео. И мне пришел микрофон для записи звуков для моих стримов. И это микрофон Fifine Apple Game A6V. Это нашумевшая модель. Очень много обзоров в интернете на этот микрофон есть. Я давно его хотел, и я себе его заказал. Сейчас я перед вами его открою, покажу, как он выглядит. И потом уже мы как раз-таки в этом видеоролике протестируем, как он будет звучать. Так, сейчас я открываю коробочку. Здесь у нас находится какая-то бумажечка от компании Fifine. Дальше здесь инструкция. Вот такая коробочка. И здесь находится чудо-микрофон. Сейчас я его достану. Вау! Вот этот микрофон мне пришел. Он с виду вот такой вот. Небольшой, легенький и максимально красивый. Честно, я смотрел когда видеообзоры, я... Да, он мне понравился, но вживую он мне нравится еще больше. Здесь вот такая ветрозащита. Точнее, я не знаю, как оно. Поп-фильтр. О, да, точно. Поп-фильтр называется, чтобы заглушать звонкие звуки. Регулятор громкости. Крепление для установки на пантограф. И кабель USB-A Type-C для того, чтобы подключить его к компьютеру, ноутбуку. Его, кстати, еще можно будет подключать к мобильному телефону, если кто-то хочет. Ну, в принципе, вот такие моменты. И, конечно же, конечно же, здесь у нас еще есть треножка, на которую его можно поставить. Вы можете вот так его прикрутить. И тем самым поставить себе его на стол и вещать. Прикольно, но я буду это делать немножко по-другому. Я буду его вешать на пантограф свой, который мне пришел с Алиэкспресса. Кстати, если вам интересно, тоже видео у меня есть с распаковкой. Короче, я его сейчас буду ставить и сразу же перед вами его тестировать, как он будет звучать. Поэтому, если вам это интересно, то оставайтесь, будет сейчас максимально продуктивно и интересно. Ну что, друзья, вот я наконец-то прикрепил данный микрофон к себе на пантограф. И сейчас звук записываю на него. Вы слышите, как он звучит. Я буду его слушать тогда, когда он уже будет у меня на монтаже. Поэтому вы сейчас смотрите и можете оценивать качество звучания этого микрофона. Мне очень нравится, что здесь есть классная переливающаяся подсветка. Она дополняет вообще мой антураж, весь мой фон, который я использую, и подсветки, которые также делаю в своих видеороликах. Мне очень нравится. Многие в интернете пишут, говорят, что она отвлекает. Да меня вообще, в принципе, не отвлекает, потому что я смотрю в камеру, а не на микрофон. Многие, да, там считают, что это игровой микрофон, но я его использую для своих, буду использовать в своих целях, для своих прямых эфиров в YouTube, ВКонтакте, для записи своих видеороликов. И думаю, теперь мое звучание будет намного приятнее, интереснее, и вам будет приятно меня слушать еще больше. Поэтому, что я могу сказать по поводу этого микрофона? Он, честно, но он прекрасен. Еще, с точки зрения технических моментов, я могу сказать, что тут есть какие-то там пауки, которые сдерживают содражание, когда вы стоите на столе, и он там трясется, типа, а-ля, вот так вот он там как-то сдерживает его. Но вы можете это посмотреть в интернете, я вам говорю, я не технарь в этом плане, я могу просто оценивать, нравится мне это или нет. Мне, с точки зрения восприятия данного микрофона, оно мне нравится. Как звучит, я думаю, тоже мне нравится, потому что я смотрел видеоролики. Также здесь есть плюс, возможно, для кого-то будет, когда вы там что-то записываете или ведете прямой эфир, там, чтобы кто-то зашел в комнату, и вам надо, чтобы вас не слышали. Здесь есть очень крутая тема. Я могу сверху просто сенсорная кнопка нажать, и звука сейчас не будет. Вот, нажимаю обратно, звук пошел, все записывается, все отлично, все прекрасно, и в этом свой вообще плюс этого также микрофона. Также снимающийся этот, как его, не ветрозащита, а как его, я забыл, это поп-фильтр его называют, потому что он съедает громкие, жесткие звуки. Например, если взять на него, если я сейчас подую, то он не, знаете, когда есть, когда задувает сильный ветер, там, микрофон, то он в этом плане спасает. Но это если записывать что-то на улице, можно его, конечно, потом протестировать, записать звук через мой iPad, как он звучит на улице во время, там, ветра. Ну, тоже протестируем, если будет интересно. А так, я буду этот микрофон использовать для своих целей, как я уже сказал. И также хочу вас поблагодарить за то, что вы смотрите мои видеоролики, и благодаря вам у меня появился этот микрофон. Поэтому также ставьте палец вверх, подписывайтесь на все мои социальные сообщества в интернете, оставляйте комментарии. Задавайте темы, потому что будет очень много интересных видосов. Я планирую записывать видео на тему фотографий, на тему всех своих знаний, которые я уже получаю на протяжении 19 лет, занимаясь фотографией. Буду рассказывать про фотографии, буду рассказывать про позирование, буду рассказывать про ретушь и обработку фотографий, про монтаж и съемку различных видеороликов с помощью телефона, про контент, как он создается, для чего он нужен, и что поможет вам иметь хороший контент, и как он поможет в вашем развитии. Потому что мне он реально помогает, и помогает мне двигаться дальше в развитии в моем фотографии. Поэтому, наверное, все, что я хотел об этом сказать. Поделиться впечатлениями о том, что я купил себе классный микрофон, показать, как он выглядит. И я, как всегда, не прощаюсь и говорю до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok